Начать подключение, ребят. Анилибрия не будет озвучивать финальный сезон Атаки Титанов. Вообще, как так вышло, можно посмотреть на канале Анилибрии. Люпин сделал про это ролик, где я все по полочкам разложил, по факту объяснил, ссылку на мой канал оставил, спасибо ему, все рассказал. Я в этом ролике поделюсь своим впечатлениями. Я впечатлениями, конечно. Впечатлен вообще. Песец впечатлен. Своим мнением поделюсь об этой ситуации, как я отреагировал, когда узнал, чтобы у вас тоже было представление, насколько это все-таки непросто бывает иногда. Расскажу вообще о том, как я все это вижу, ситуацию и так далее. Да, если вы подумаете, что мне так плохо стало, удар меня хватил от этой новости, и я теперь не могу встать с кровати. Нет, дело не в этом. Мне просто болит горло и насморк. Поэтому я сегодня решил отлежаться. Я, как вам известно, озвучиваю в озвучке от Анилибрия Эрена, в озвучке Атаки Титанов. И когда нам сказали, что Кинопоиск лицензирует этот сериал, у меня были какие-то призрачные или не призрачные надежды, что, возможно, нас позовут как альтернативную озвучку. Ну, типа, почему не позвать? Аудитория у ребят есть. Пусть, возможно, в рамках Кинопоиска не такая большая, но большая в рамках аниме-комьюнити. Вот. Позовут нас, мы озвучим, специально соберем под режиссур и будем записывать, стараться не просто, как мы в обычном формате делаем, а напряжемся, из кожи вон вылезем и запишем, чтобы сделать качественный продукт. Но, к сожалению, этого не произошло. Как вы знаете, мы где-то полгода назад удалили с сайта такие релизы, как Черный Клевер, Любимый во Франксе и еще там ряд других. Резерро, по-моему, тоже удалили. В общем, ряд других тайтлов удалили. Вот список тайтлов, открыл список тайтлов. Тут Форма голоса, Дитя погоды, Проза бродячих псов, Доктор Стоун, Резерро, Проза кулинарной поединки Сомы, Черный Клевер, Любимый во Франксе, Да благословят боги сервис Чудесный мир, то есть Коносуба. Вот. Мы удаляли их с сайта, чтобы нам разблокировали телеграм-каналы. Вот. И, конечно, надеялись, что эти шаги, в свою очередь, дадут плоды в будущем и нас воспримут как озвучку, как вариант озвучки, который можно выкладывать в качестве лицензионной. Тоже, да. Конечно же, нам есть к чему стремиться, куда расти. Вот. То есть, ну, нельзя сказать, что все у нас поголовно профессиональные актеры. Вот. Даже я, который уже имеет в дубляже несколько главных ролей, не считаю себя крутым актером дубляжа. Я считаю, что есть куда расти. Очень многому надо учиться. Даже пересматривая свои ранние работы в дубляже, год назад я дублировал. Я понимаю, что я местами не дотянул, но режиссер, конечно же, сроки поджимает у режиссера обычно в дубляжной сфере, и поэтому ему приходится какие-то моменты оставлять, какие-то уж исправлять, вытягивать, вот, и так далее. Где-то получилось вытянуть, а где-то не получилось. Где-то вот я не дотянул. То есть, ну, есть, короче, к чему стремиться, куда расти. И аниме, в свою очередь, аниме-сериал, вот эти вот каждый сезон выходящий, и помного, помного-много штук. Это своего рода был материал для нашей, для моей тренировки, для моей практики в озвучке. То есть, ну, если ты не озвучиваешь ничего, то какая же у тебя будет практика, где же ты наберешься опыт, чтобы тебя потом позвали на роль, и ты классно с ней справился. Естественно, нужно знание, которое ты получаешь, применять на практике. Вот. И аниме-сериалы остаются. Буду там проявлять свои актерские навыки, качать, развивать и так далее. Когда я узнал, что Кинопоиск лицензирует Титанов, у меня были смешанные чувства. Ну, во-первых, я понимал, что если Кинопоиск лицензирует Титанов, у нас с ними как бы соглашение, мы их не озвучим, значит. Но было в то же время чувство, ребят, а почему? Почему мы не заслуживаем того, чтобы хоть что-то озвучить? Даже не Титанов, а любой аниме-сериал в альтернативной озвучке. Понимаю, Титаны — это ААА-проект, это все круто, надо сделать дубляж профессионально, под режиссурой, на студии, как бы круто. Мы, конечно, так же сделали на студии, тоже, скорее всего, под режиссурой, но это уже другой разговор. Почему бы вам не дать нам возможность хоть где-то себя проявить, хоть что-то попробовать сделать, и уже потом опираться на то, как это поддержит аудитория наша анимешная и, в принципе, анимешная аудитория, как получится итоговый продукт и так далее. Не обязательно, конечно же, Титанов, любой другой аниме, которое вы лицензируете. Я сейчас перечислил 15 тайтлов, можно любой из них сделать. Но это ладно, это мои советы, которые мало кого интересуют, кому нужны. Сейчас, читая комменты ваши под роликом на канале Анилибри, я вижу много поддержки со стороны людей. Конечно, кто-то подумает в этой ситуации, что мы предали аудиторию, начали прогибаться под лицензионщиков, но не мы такие. Время такое. Если раньше можно было как-то подзабить и делать вообще спокойно, ни о чем не парить, что сейчас, когда вот эта вот медиа-сфера аниме заинтересовала людей, которые готовы это лицензировать, продвигать, делать качественную озвучку, те, кто этим занимались безвозмездно, бесплатно и любительски, остаются не в удел. Стоит это принять, что фандап постепенно приходит к своему завершению. Но мне кажется, в конце концов, это случится не так скоро, потому что куча тайтлов еще не лицензирована, еще есть где разгуляться, поозвучивать. В конце концов, «Атака Титанов» — это всего один сериал в сезоне, то господи. На самом деле, я не настолько... В первую секунду я очень сильно расстроился, у меня очень сильно упало настроение, я, конечно, загрустил. Но сейчас, спустя пару дней, я понимаю, что, в принципе, все не так плохо. В принципе, это не такая большая потеря, хоть и это потеря. В такой ситуации, мне кажется, главное себя занять чем-то, чем-то другим, чтобы... Ну, когда у тебя только титаны были, и у тебя их отобрали, и ты больше не знаешь, чем тебе заниматься, это, конечно, грустно, у тебя опускаются руки, и ты какой-то депрессией пребываешь. Ну, ладно, в грустном состоянии, в подавленном. Но когда у тебя есть YouTube-канал, который ты пытаешься ввести к 100 тысячам подписчиков, кстати, надеюсь, их наберется до Нового года, если не наберется, то ничего страшного, в следующем году наберем. У тебя есть другие аниме-сериалы, на которых ты можешь практиковаться, развиваться и так далее. В конце концов, ты можешь ездить на студии, записывать дубляжи к фильмам, в кино и так далее. Ты можешь написать, да, блин, режиссеру напиши, в конце концов, договорись, попробуйте записаться. Не сработаетесь, ну ладно, но попробовать-то стоит. Вот, поэтому в следующем году буду делать больше подвижек в эти стороны. Ну и, конечно, было бы здорово поучаствовать в официальной озвучке Титанов, даже не в рамках Аннелибрии. Ну, всегда круто, когда тебя зовут участвовать. Это всегда как-то мотивирует, мотивирует стараться расти над собой, потому что ты понимаешь, это, блин, это уже лицензия. Это все. То есть, когда ты не в лицензии, ты озвучиваешь любительски, ты такой понимаешь, блин, это лицензия. Это вот эта вот лицензия надо сделать любительски. Так круто, максимально, насколько возможно, круто, чтобы это было не хуже, чем лицензия. А когда ты в лицензии, ты понимаешь, что есть такие ребята, которые в любительской сфере, которые хотят сделать круче, чем ты. А ты не должен дать им сделать круче, чем ты, потому что ты, блин, лицензия. Ну и в лицензии, конечно, ты работаешь с режиссером, с профессиональным режиссером, который работал просто с огромным количеством актеров. И, естественно, он тебя вытягивает, он с тобой работает. Ты что-то получаешь из работы с ним к себе в копилочку, какие-то фишечки запоминаешь, какие-то приемчики, которые ты потом применяешь в озвучке. Но тут есть такая вот штука, заключающаяся в том, что если режиссер тебя не знает, ты с ним не работал, то зачем ему тебя звать на какую-то роль в каком-то фильме, сериале, аниме и так далее. Вот. Поэтому здесь маловероятно, что я буду озвучивать «Атаку Титанов» в финальный-финальный сезон. Вот. Ну просто потому, что режиссер со мной не работал и зачем ему. Тем более уж на роли главного героя. Вот. Мне, конечно, очень нравится «Главный герой». Я когда пришел на «Анилибрию» первым сериалом, который я буквально попросил, в который я рискнул так дерзнуть, это была «Атака Титанов». Но не то, чтобы я рискнул дерзнуть, дерзнуть я рискнул, когда попросил себе главного героя. Кстати-то, я в него встал, у нас все в порядке правил, в порядке распределения, я на него попал честным способом, вот, распределяясь со всеми остальными членами команды. Когда я был в четвертой лиге, попрошу заметить. Вот. Ну и когда я уже попал в релиз, там было шесть человек, я рискнул, попросил себе главного героя. Я буду над ним просто максимально сидеть, трястись, делать круто. Сейчас, конечно, пересматривая второй сезон, я понимаю, что, ну, не так уж круто я и делал. Зажимался, озвучил как-то неестественно на каких-то вот анимешных интонациях и так далее. С другой стороны, я понимаю, что эта роль моя, и я за нее в ответе. Сейчас, конечно, если сравнивать финальный сезон и второй, это, конечно, небо и земля, но там Эйрон изменился на самом деле. Но в целом, скилл-то, конечно, гораздо лучше стал. И я надеюсь, он будет еще расти, расти до такого уровня, что не стыдно будет режиссеру позвать меня на роль. То я с ней приду, и я справлюсь с этой ролью, и справлюсь с ней достаточно оперативно, чтобы не срывать сроки записи, которые в современном мире достаточно небольшие. Жизнь продолжается. Озвучка никуда не денется от нас. Мы будем дальше для вас озвучивать все, что у нас будет возможность озвучить. Надеюсь, мы вас порадуем в следующем году интересными проектами, в которых озвучка просто перейдет на новый уровень. Мы уже делаем шаги в эту сторону, уже записываем, работаем со многими режиссерами, пытаемся как-то развиваться, литературу читать актерскую и так далее. Надеюсь, в следующем году это, конечно, принесет свои плоды. Ну а сейчас что я могу сказать? Тем зрителям, которые будут продолжать смотреть «Атаку Титанов», я всегда это говорил, даже когда мы озвучивали «Атаку Титанов», я скажу так. Так, ребят, смотрите, в той озвучке, в которой вы получаете эмоцию от произведения, в которой вам нравится смотреть, будь это дубляж, будь это закадр, будь это одноголоска, неважно. Главное ведь эмоции, которые вы получаете от просмотра. А если вы получаете эти эмоции, то, наверное, все здорово. Поэтому хорошо, что, как я понимаю, выбор озвучки будет на Кинопоиске. Это у нас будет вариант дубляжа «Студийные банды», будет дубляж от компании «Дэнсу» и будет закадровая озвучка тоже от компании «Дэнсу». Вот вы сможете любой из них по платной подписке Кинопоиск HD, ну, с Яндекс Плюсом и так далее, выбрать и ознакомиться. Посмотрим, посмотрим, как справится «Дэнсу». Я знаю, что там есть талантливые ребята, как, в принципе, наверное, и в любом варианте озвучки есть свои талантливые ребята. Просто я надеюсь, что вы найдете достойную альтернативу озвучке от «Анилибрии» и получите удовольствие от произведения. На этом, наверное, все, ребят. На меня очень много подписался, кто после этого ролика с титанами. Простите, что я в таком виде снимаю видео, не очень себя чувствую, не хочу сейчас сидеть. Очень холодно, блин, внезапно стало. Я еще с этими зачетами на пятом курсе по холоду долго ходил. 19 градусов, просто мороза. Я надышался. У меня теперь адски болит горло. А я тут еще 20 минут говорю. Но очень хотелось поделиться эмоциями, пока они свежие, пока они у меня в голове. Высказаться как-то, выговориться. Спасибо, что меня поддерживаете. Это самое главное. Главное, что вы меня поддерживаете, что вы смотрите мои ролики. А это мне приносит не меньшее удовольствие, чем озвучка и рост в этой озвучке. Спасибо, ребят. Вы классные. Все, наверное. Всем сау. Райнер. Сядь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова